да друзья повредил палец шуруповертом так вчера и вам скажу что говорится что распределяйте на три раза потому что брешь так что мы хотим друзья аруса и пидожды мы хотим сейчас достать у нас вот есть у меня старый линолеум из зала до ремонта еще был я сделал ремонт его снял он к и дирваны и мы хотим саньки использовать его по назначению покажем сейчас туда вот такую нас чердак тут то отделение пустое туда я ничего не заношу а сюда все вот эти хохорюшки я кстати раньше играл на гитаре ну и сейчас умею ну так и саня будет набирать грецких орехов даст соем вот еще одна кровать у меня есть у меня их две одну кровать я с вами отдал в баню а вот вторая кровать а это вот новое сиденье на мою машину на задний ряд на третий ряд запечатанные ну и так больше ничего нету шпатель да так положить туда не так ты да сразу туда на выход орехов надо забрать а это уношу тут а это с ремонта чтобы оставалось профиля всякие так саня уже вытаскивать все будем вытаскивать сейчас покажу вам как мы сделали зерносклад зерновагон еще один вагон покажу начался у нас опороз этих забрали поросят объем сделали и тут а у нас кукляшка вторая свиноматка породы дюрок тоже поросится уже первых два один первый вот этот крупный сам вышел этого я вытянул и пока минут 15 тихо но будем смотреть наблюдать я как бы уже раньше я реагировал переживал ой свиноматка ой там вышла не вышла сейчас уже такого нету потому что уже занимаюсь два два с половиной года два с половиной года до поэтому как бы страшного ничего не то поросится все будет нормально да жевжики жевженята давай файн сейчас остается и закрой дверь держи кидайте это хорошо прохладно сейчас так вот вот да давай раз тебе давай вот давай вот 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 Одно рвание. Ну, кусками, да, можно? Конечно. Погатай. Погатай. О, о. Ну, а может, атака кусками. Атака, да? Атака, да. Да еще он вымоет и будет нормально. Так кусками порежем. Даже каштан обрадовался. Хоть и слепой. Хоть и слепой. Друзья, что мы сделали по зерноскладу нашему? Это я вчера оббил, чтобы дождь туда не засекал. Покажу вам, что мы сделали. А сюда я напихаю ваты и металлом обошью профлистом. Вот. Покрутили мы избишку вся, что оставалось у меня с потолка, с сарая. Ее как раз хватило, даже еще осталось. Ну, если куски пособирать, наверное, лист один остался. Это раз, что мы сделали. Поставил я туда то окно и подремонтировал это. Это был отгнивший вверх. Я заменил со старого. Подремонтировал, все нормально. И сделали вот такие подоконники. Того окна не было. Сильно темно была вот эта именно сторона. Окно поставили, совсем другое дело. Окна открываются и полностью, и так это все так и шло, ну, грубо говоря, с этим вагоном. Гипсокартон мы покрутили прямо, как есть вот так на стены, на окне, которые не выравнивали, не ложили ни обрешетку, ни брусья, ни профиля. Я так и покрутил гипс и два раза пошпаклевали. Оно еще не высохло, только высохает. Подсохнет. Завтра покрасим весь потолок. Уже купил я краску. Красить. И по стенам тоже примем решение. Здесь у меня, вот именно в этом месте, вот здесь получается уголок. И там в уголке вложенный брус. Сюда шалевку прикручу и так само на ту сторону так само. Это будет для перегородки. Вот это комната для зерна насыпью. И тут будет у меня наборная перегородка. Вот так. И вот это все будет для зерна. А там по над стенками везде можно вставить бочки. У меня куча бочек 200 литровых. А здесь будут под окном два ящика с двумя крупоружками. Одна моя крупоружка, ну, много ее уже, кто знает. А вторую крупоружку я жду, заказал за 6 тысяч гривен. Потом сделаем обзор и протестируем. По этому линолюму, я думаю, он у меня лежит уже давно. Я сначала его хотел туда в кабинет, в сарай, но нашел другой с кухни линолюм. А этот застелю сюда. Вот эту часть, где, грубо говоря, будут крупоружки, ящик для пшеницы, вот здесь, с этой стороны. Грубо говоря, линолюма нам хватит как раз до зернового отдела застелить. И застелю линолюмом старым, чтобы он не валялся. Его как раз кусками порежем, где-то там что-то подлатаем, нормально будет. А здесь я порог делать не буду, двери обычные, деревянные. И куплю такую металлическую, на пороге набивается металлическая пластинка для линолюма, и там ее положу, чтобы тачкой хорошо выезжать и ехать в сарай. Вот что решили. Двери сделаю обычной доски, тридцатки. Ну как я и на сарай делал. Ну и все, а это все просто покрасим. Покрасим, гнездо трогать не буду, тут у меня ласточки летают, и там по-моему даже уже яйца есть. Саня что-то там фотографировал, но лазить туда нельзя, а то еще откажутся гнезда, пускай так и будут. Положим, прикручу такую полочку, чтобы какашки сюда не ссыпались. Ну а так что, грубо говоря, зерносклад пока временно перебиться хватит. Также ответ на вопрос мыша-крыса, гипс не пойдет, если правильно надо обшивать все металлом, и полым металлом, и стены металлом, где будет зерно. Согласен, это по-правильному будет так, металлом обшить будет надежно, правильно, капитально. Но, сейчас я вам покажу еще один вагон есть у меня, он стоит, ну там в другом, в другом, как бы, в другом месте. Тоже в моем дворе, но в другом месте. И вот я вам покажу, где зерно хранилось более 20 лет. Какой там вагон? Это все вагоны с севера, в них жили люди. Вот здесь семьи жили, потом он использовался как гараж, и тут тоже были всегда корма. Сейчас покажу еще один вагон и покажу вам, как там сделано и где зерно прохранилось более 20 лет. Вот, друзья, вот такой еще один вагон у меня есть. Вот он стоит 6 на 3, тот 9 на 3, этот 6 на 3. Я вам покажу, где мой тесть, он уже не занимается, но этот вагон и вот тот, это моего тестья. Тесть сам живет. Сейчас отсюда покажу. Вон там, через дорогу от меня, вот это мой забор идет, вон там тестья, и у него тоже там такой вагон железный, 9 метровый. Вон там, они с мягковон из севера приехали сюда, и он там живет. А через дорогу он получается притащил сюда два вагона, и построил вот тот красный сарай, где красный, сейчас покажу какой именно. Вон, вот тот сарай, шлакоблока и красного кирпича, вот это, что было на этом участке. Участок он не оформлял, просто самозахват, ну мы уже приватизировали. Смотрите, вот раньше это тоже северовагон, вот здесь он хранил все время, более 20 лет, звернул пшеницу и держал свиней, 15-20 он постоянно держал свиней. Немного, но держал и по 10, по 12, по 15, и 20 было. И вот еще с Советского Союза вагон, качество окон какое, вообще, ну если почистить, покрасить, идеально. и смотрите, так же, советский еще гипсокартон, бумага, вообще, ну конечно, толстая бумага, не такая, как сейчас, а миллиметр, наверное, если не толще, бумага, очень крепкая. И гипс, и, вот скажите мне, вон у него еще крупорушечка, ну крупорушечка такая, ведро, полчаса перебивает. И вот, смотрите, погрызенный, сильно вагон. Более 20 лет тут хранилось, даже в прошлом году тут еще был горох. Тут, как, он бывает, приходит, ставит крупорушку, собаке там что-то надробит, ну такое. Ну, чисто говоря, он уже не занимается вообще. По состоянию здоровья уже, то давление, то то, то все. Вот, смотрим стены. сильно крысы, мыши погрызены. Вот вы говорили, что не годится мыша, крыса. Вот, более 20 лет хранения зерна здесь. Он нормальный, но такая же проблема, тоже полы немного просевшие, их надо ремонтировать. Подрывать доски, поданкрать, делать опоры, столбики. И, тоже можно, ну я планирую, если буду что-то делать, то переставлю его туда рядом, если мне надо будет второй. и этот сделай. Вот тоже жилая комната, где раньше жили люди на севере. Видите, дранка, все пошпаклевано, все, ого, сделано. Ну так, вот это тоже вагон, второй у меня есть. И вот такой же вагон, это уже соседский, сосед там живет, тоже такой. Тут везде эти вагоны, потому что переезжали, переезжали 48-я мехколона из севера, как я понимаю, сюда. что у нас тут по опоросам? Так, ходит, крутится, вертится, нормально, все в пределах нормы. Переворачивается. Эти тут окрутятся. Вот так. Эту покрывать на днях сейчас загулять должна. Я так подгадываю, поросят забираю, чтобы загуляла не на выходные дни, чтобы купить можно было семя дозу. Этот стол тоже сюда поставлю, но этот весь мусор уберу. Короче, вот так, друзья. Когда этот закончим, в среду будет ролик, я покажу уже окончательный результат. Сейчас подсохнет, начнем красить, посмотрю по стенам, и линолеум так само кинем, потом покажу вам. Все, самое главное, у меня уже голова не забита, где хранить пока первое время зерно. Вон у меня куча бочек, десятка, два с половиной, три бочек, их тоже можно здесь поставить. Есть в бигбегах, есть, можно хранить и в том вагоне, в другом, но там по над стенками ставить, полы сильно прогнутые. А здесь у меня ого-го полы. Так что так. Вагон из севера. И покажу вам Аську. Аська. Ася. Боря, сядь, 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 сядь. Постоянно грызет Борю за язык и тягает. Боря вообще издевается над Борей, а он хоть быхный. Да, Аська. Ну, вот так. вот так.